С большим железным конем самарская женщина справляется легко и непринужденным. Хотя за рулем троллейбуса Елена Никитина совсем недавно, но признается, ощущение будто занималась этим всю жизнь. Большая техника, большая машина. Это здорово. Как шоколадка съела. Вообще, у меня было желание пойти на дальнобой, фуру водить. Но женщины не берут, а троллейбус хорошая альтернатива. И более такая женственная, мягче. Полсотни молодых водителей, первых выпускников учебного центра ТТУ, вышли в рейсы по трамвайным и троллейбусным маршрутам Самары. И еще столько же продолжают обучение. Учебный центр открылся на предприятии в сентябре этого года. Такую задачу поставил перед руководителем глава города, чтобы снизить обострение на рынке труда. Олег Фурсов проверяет, в каких условиях идет подготовка водителей, учебные классы, макеты и тренажеры. Вот сейчас я снимаю защелки, тромозную педаль. Вот сняли, все, поехали. Слушатели изучают устройства троллейбуса и трамваи, правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи. А вскоре начнутся курсы по английскому языку. Ведь чемпионат мира по футболу все ближе. Ну и самое главное, конечно, практика вождения. А это все же такая работа, которая сильно отличается, в том числе от водителей такси, маршрутовых такси, автобусов и прочее, прочее. Мы перевозим 60 с лишним процентов населения города Самары ежедневно. Без нас просто никуда. Студенты центра получают стипендию почти 6 тысяч рублей. Удостоверение на бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах. А иногородним предоставляется общежитие. Из шести субъектов учатся здесь ребята. Это говорит о том, что центр может стать серьезным образовательным учреждением для всего округа, где мы будем готовить специалистов в сфере управления электрическим транспортом. И это даст нам возможность этих людей здесь и трудоустраивать, и закреплять. Работа гарантирована. Запись в трудовой книжке студенты получают сразу после успешно сданного экзамена. И уже на следующий день выходят в первый самостоятельный рейс. Подготовка квалифицированных кадров, как и обновление общественного транспорта – в приоритете у городских властей. В этом году уже закуплено 82 автобуса и 19 троллейбусов. В феврале в город поступит большая партия нового транспорта – по 20 трамваев и троллейбусов и 43 автобуса. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры создавал DimaTorzok